Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Я – Человек. Глава 43. Огненная гора. С построением трех общин жизнь людей очень изменилась. В воинах больше не было необходимости, даже некогда воинственное племя чувствовало себя хорошо в просторной долине, которую они занимали. Три племени сильно расширили свои территории и пытались даже общаться на расстоянии, давая светящейся птице различные растения, которые окрашивали ее крылья в разные цвета. Если ее крылья выбрасывали в воздух густые черные шары, это означало, что есть необходимость в срочном собрании совета племен для решения важного вопроса. Большие серые тучи над крыльями птицы означали, что одному из племен нужна помощь в сборе урожая или изготовлении оружия для охоты на особо крупное стадо животных, замеченное поблизости. Белые легкие облака, поднимающиеся высоко в небо, которые было видно издалека, сообщали племенам, что у кого-то из них образовались излишки пропитания и племя хочет поделиться ими с друзьями. Для не очень срочных дел им служили их любимые животные лошади, верхом на которых они научились не только покрывать большие расстояния, но и перевозить некоторые товары для торговли или обмена. Племена научились не только выращивать растения, но и изготавливать одежду и обувь, которую племя мастеров обменивало на оружие у племени охотников или наоборот. Расширяя свои территории и строя надежные дома, люди могли себе позволить иметь больше детей и обеспечить им удобное жилище на плодородных землях. У Ро было уже три сына и дочь. Старшие сыновья создали свои семьи в новых общинах, дочь часто оставалась помогать матери. Однажды Ро решил научить младшего сына Ида ездить на лошади. Они ехали по долине в направлении, противоположном тому, в котором располагались все дружественные общины. Они выбрали это направление, чтобы исследовать новые земли на случай, если им понадобится расширить еще больше их владения. Ида и Ро выехали к гористой местности, на которой паслись длинноногие животные с острыми палками на голове. Полюбовавшись на них, они решили убить одно, чтобы попробовать их мясо. Ро уже слез с коня и размахнулся копьем, как вдруг случилось нечто, чего никто из них никогда не испытывал. Земля у них под ногами задрожала так, что Ро пришлось присесть на корточки и схватиться рукой за кусты. Айдэ чуть не свалился с лошади. Он быстро слез, а их лошади от испуба скрылись в лесу. Вершина одной самой высокой горы вдруг взорвалась, выбрасывая в воздух огромные камни. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб